Вот только что занесли металлическую входную дверь в квартиру, ее нужно сейчас распаковать, снять. Вот сейчас расскажу, сейчас я снимаю вот эту вот пленку и расскажу про эту дверь, все расскажу. Потому что пришлось, конечно, все двери смотреть, я сам устанавливаю эти металлические двери и знаю все проблемы. Но самая главная проблема в этих дверях, после этой установки, это вот эти вот замки. Вот замки у всех летят, постоянно. Вот такая дверь, вот смотрите какая она. Вот смотрите, она была вот так вот. Так, вот здесь вот замок. Рассмотрим этот замок. Вот смотрите, какой замок, какие ключи, ручка. Смотрите, все запечатано. Ручка вот такая вот. Все под номерами. Ручка такая же. Ключи. В общем, все, что было в этой коробочке, я показал. Теперь дальше вот я расскажу. Мы вот подошли, смотрим, цвет не такой, как на других дверях. Вот этот цвет нам понравился. Он именно не черный. И вот смотрите, интересно довольно. Потом обратил внимание на эти петли. Вот смотрите, в этих местах, вот эта вот, как бы, сварка, да, такая вот. Вот смотрите, как ровненько все. Это вот на одной двери только такое вот было. И с этой стороны. Также и в нижней части этой петли. То же самое было, вот таким вот образом. Ну, все точно так же было. Так, что еще я смотрел у этой двери. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. С одной стороны двери обязательно жена сказала, чтобы цвет был вот такой вот. Цвет близко вот к этим вот дверям. То есть вот такой вот цвет. И она, как бы, нам сказали, как 3D. Теперь вот 3D уже теперь. Смотрите, вот такая вот выпуклость здесь получилась. То есть это будет со стороны помещения нашей квартиры. Коробка. Вот смотрите, коробка. Именно коробка тут получилась. Не просто пустое место, а именно коробка получилась. Вот такая вот. Далее, вот на что еще мы обратили внимание. Сейчас я вот уберу. Надо взять какой-то из этих ключей. Откроет замок. Вот смотрите, даже я отпустил и дверь. Вот смотрите, коробка какая широкая. Это очень хорошо. Дальше. На что мы обратили внимание. Вот смотрите, закрывается раз. И тут закрывается шторка. Вот это вот удобно. И входит, вот смотрите, просто сам как по рельсам этот ключ. И открывается. Здесь замок нам сказали какой-то итальянский. Я уж не помню. По-моему, так и сказали. А теперь мне нужно открыть эту дверь. Скорее всего, здесь еще нужно взять ключи. Ключи в ассортименте 5 штук. Защелка что ли тут. Никак не откроешь. И не разберешься. Там, скорее всего, цилиндра нет. Цилиндр вот этот вот. Вот здесь место пустое. Вот так вот и разбирайся. То есть вот этот ключ пусть здесь и останется. А мне нужно, получается, открыть эту дверь конкретно. Не могу разобраться, как открыть дверь. Ну, смотрю, вот смотрите. На замок если посмотреть, там подшипники оказываются. Если бы я вот этот вот квадрат буду устанавливать. И, то есть, вот этот квадрат у меня будет как бы вращаться. Он вращается, там оказывается на подшипниках. Вот первый раз такое увидел. Чтобы показать. Но у меня нет. Даже не могу открыть дверь. Сейчас разберусь с дверями. Продолжу фильм. Все-таки я открыл эту металлическую дверь. А мои действия были какие? Чтобы ее открыть. Я, конечно, брал вот эти вот ключи, вставлял в замок и открывал. Туда-сюда гонял. По стуку определял, что дверь открывается, если бы я буду вращать в эту сторону. Далее. Устанавливал вот сюда. Квадрат. И тут было непонятно. И устанавливал здесь. То есть, что вращение такое. Этой защелки. Понятно, по стуку, что открывается туда. Но здесь было непонятно. Я ничего не мог понять. Как ее открыть? Вот смотрите, что я сделал. Один саморез открутил, другой не... Ну, тоже можно сказать, открутил. Снял эту пластину. Смотрел, у меня вот здесь вот язычок. Он как бы держится здесь. Я взял, ткнул пальцем. У меня дверь открылась. Когда дверь открылась, я что сделал? Вот смотрите. Установил опять этот квадрат. Начинаю вращать. А тут пружина до того мощная, что у меня... Вот просто... Этот язычок туда вовнутрь не заходит. У меня просто сил нет. И вот смотрите, даже у меня пальцы уже побелели. До того, хорошее усилие делается. Но язычок не открывался и постоянно здесь задерживался. Вот это была проблема. А нужно было как сделать? Вот смотрите, как нужно было сделать. Просто вот так вот сделать, и все. И дверь откроется. И теперь здесь будет устанавливаться ручка. Ручка. Вот смотрите. Одним легким движением пальца. И этот язычок просто туда сам спокойно заходит. То есть все тут просто. Но вот смотрите, что я хотел вам показать. Я сейчас возьму фонарик. Вот смотрите. Вращение этой ручки на подшипники. Вот первый раз увидел замок, чтобы вот эта вот ручка, вот точно такая же. Но тут с подшипником. Вот представляете, как интересно. И если бы я, например, установил бы эту дверь, и у всех проблема, когда я устанавливаю, это всегда болтаются эти замки. Ручки отваливаются, замки отваливаются. На самом деле, так оно и есть. Потом это все скрипит, и постоянно приезжаю и начинаю ремонтировать. Полностью снимаю эти все замки и по новой их опять устанавливаю. И они по новой опять начинают болтаться. То есть это вот проблема в этих дверях. Ну здесь металл, ну очень толстый. Потому что дверь сама по себе тяжелая. Ну я уже показывал, что вот в этом месте, вот смотрите, как красиво заварено и вот такая вот отделка хорошая. Вот место этой сварки, такая вот отделка. Здесь тоже самое. Так, что еще показать? Показать вот эти вот замки, как они все открываются. Конечно, я сейчас покажу. Так, здесь шторка находится. Если бы я буду ключ туда толкать, то он спокойно, шторка как бы не мешает пройти этому ключу в этот замок. Этот ключ, он как бы не болтается, он не болтается, вы представляете? Он как по рельсам туда почему-то заходит. И движение. Вот смотрите, какое движение. Раз, дальше он как магнит. Чик, как магнит. То есть, не надо вращать, он сам будет делать вращение. так далее. В общем, смотрите, у этой двери сколько этих запоров. Это просто мне это не нужно. дверь понравилась, мы взяли и замки просто идеально. Вот баловаться просто здорово. Но у меня у двери входной, у Деряной, я сейчас подойду к этой двери и вам расскажу. Здесь, вот смотрите, здесь, вот это вот место, оно как бы не острое. То бывает вот так, трогаешь, трогаешь, и вот здесь вот ребро такое металла. а здесь этот металл как бы завернут туда. Вот это вот очень и очень здорово. Вот в этом месте. Это мне понравилось. Вот это вот, не знаю, магнитное или нет. А то бывает магнитное. Ну-ка. Как бы примагничивается. Вот магнит. О, примагничивается. вот смотрите. Раз. Вот примагнитилось. Раз. Это очень здорово. Показать. Вот видите, висит. Это здорово, потому что дверь, она будет, когда приближаться, она сама будет себя притягивать, как у холодильника. Дверь, вот то же самое здесь получается. Дальше. Что еще показать у этой двери? то есть здесь вот эта вот прокладка, здесь прокладка, как у холодильника, она примагничивается. А раз она примагничивается, значит, она везде будет здесь плотно прилегать. И запах из коридора, если кто-либо курит, он не будет сюда проникать. Вот эти вот прокладки, они, прокладки, они, конечно, такого действия плотности не производят, когда я дверь закрываю. здесь, вот смотрите, тут просто вообще здорово. Потом сама коробка, она и есть коробка, вот смотрите, она коробка, она как бы не такая вот пустая, ну, понимаете, она именно коробкой, вот этой вот. То есть, пена будет вот здесь. Далее. Вот здесь места крепления к стене, здесь то же самое. Так, здесь, здесь. крепление здесь и вот здесь. Здесь крепление и здесь. То есть, вот таким вот образом. Вот так крепление такое. Ну, дверь мне понравилась. Тут, вроде, как говорят, всегда 3D. Цвет этих же приблизительно дверей порог. Порог, вот смотрите, здесь идет одна плоскость переходит в нижнюю часть. А то бывает вот этой плоскости нету, вот этой части, вот этой четверти нету. И дверь, когда закрывается, вот здесь как бы вниз наличник идет, а здесь как бы пустота. Это тоже не очень хорошо, когда, например, плитку укладывают. Ну, некрасиво, мне не нравится вот это вот место. Ну, порог есть порог. Что еще показать? Ну, это я все смотрел, все двери. Вот это вот одна дверь, и то случайно нам попалась в магазине. И мы ее взяли. Не знаю из-за чего, но она самая-самая нам показалась лучшая. А вот цена, сейчас я вам покажу про цену. вот у меня бумажка есть. И вот, смотрите. Цена 19 тысяч 200 рублей. Вот такая вот ее цена. но это средняя цена, потому что были меньше цены по дверям, именно металлическими, и были очень большие, но качество, ну, просто другое совсем. Оно хуже, чем эта металлическая дверь. Вот еще нужно показать толщину. Вот, смотрите, толщину показываю. 7 сантиметров толщина дверей. Ну, просто шикарно. Вот эта вот часть, она не проминается, она, потому что 3D, как бы, жесткость такая, ну, она такая гладкая, хорошая, ну, просто на ощупь. Вот она, смотрите, не продавливается, а то бывает, что берешь это ДВП, и оно продавливается туда, аж шевелится туда-сюда, и здесь прям появляются вот такие вот щели. И здесь тоже, вот это вот, смотрите, дверь с этой стороны, вот я давлю на это полотно, не продавливается, а там везде продавливалось. И звук был совсем другой, здесь немножко другой, лучше. Толщина здесь, смотрим, здесь получилось 11 сантиметров, ну, чуть меньше 11 сантиметров. Вот такая вот стойка этой коробки. Здесь вот такой наличник тоже, шва даже не видно здесь. Хотя там, по-моему, шов есть, а здесь шва нету, вот так сделали. А то бывает, что проглядывается, вот здесь вот, это шов, а тут даже угол вот так вот красивый получился. Вот эти вот, смотрите, прокладки, тут четко они приклеены, вот постарались здесь мастера, молодцы. Ну, дверь, в общем, мне понравилась, и самое главное, у этой двери, я ни в одной двери, которую мы смотрели и выбирали, не было именно такого вот замка. Этот вот замок просто у этой двери попался. Вот такая цена этой двери и с такими вот замками. Ну, просто идеально. Вот я просто, вот смотрите, я беру, вот смотрите, и у меня вот ключ, он просто сам туда, вот смотрите, шторка открывается, я даже не знаю, есть там шторка или нет, я даже не чувствую этим ключом. У меня ключ сам туда идет, он сам туда, сам, сам туда, и начинает вращаться, вот смотрите, делаю раз, и он сам уже начинается. Делаю два, дальше идет. То есть, там все вот так сделано в этом механизме, что для человека сделано. Здесь тоже сделано. Ну, с этим еще замком я еще не пробовал, потому что мне нужно не могу ключи найти. Я еще не закрепил, еще не знаю, как это все здесь работает. Ну, мягко, очень здорово, мягко, без всякого люфта, и сразу открывается, смотрите. То есть, я открыл, и сразу открыл, и не надо даже на ручку нажимать, ну, просто замечательно. А будет эта дверь, устанавливается вот сюда. Одна дверь, и эта вторая. Вот эта вот деревянная дверь, она будет сниматься. Это деревянное полотно, мы уже давным-давно купили, хотели заменить все, искали дверь, которая бы нам понравилась, именно вот эта вот металлическая входная. коробку я сам делал, купили только полотно, и купили очень-очень дорогой вот этот замок. Этот замок, ну, просто идеальный, тоже мне нравится. Вообще, он, он тоже закрывается, как и наши вот эти вот двери, тоже, с одного пальца, вот так вот, смотрите, раз, и дверь закрылась. То есть, самое главное, это в двери, когда после установки, это потом, если замок будет плохой, просто не мучение, а тут просто, вот смотрите, если хороший замок купить, то и двери будут очень легко закрываться от одного легкого движения, даже, я вот так вдохну, и дверь сама закроется, и даже дверь не почувствует, что она закрылась, и у нее находится какой-либо замок. Это вот на самом деле. вот я пришел к этому, что нужно выбирать, потому что мы с этими замками и ручками всегда пользуемся. И здесь то же самое. Раз, и закрылась дверь. Конечно, все это буду снимать, и завтра буду приступать к установке этой металлической двери. Ну, буду говорить очень и очень долго, надо, конечно, заканчивать, говорить про эту металлическую дверь. Ну, полоски. Вот здесь полоски, и здесь полоски. Скорее всего, к этим полоскам мы-то пришли. Сами даже не заметили, как эта дверь как заколдована с этими полосками. Пока. Пока.